всем привет на третий урок про звук и музыку roblox studio сегодня мы продолжаем улучшать наш модуль аудиоплеера и для тех кто не понял зачем вообще нужен этот модуль я расскажу смотрите вот у нас загружено 4 4 трека клик по мышке на эту кнопочку я кликнул и три музыки музыкальных трека так и в чем же прикол вы можете вроде бы и так запускать эти треки и проигрывать я хочу чтобы вы в своих скриптах загружали и запускали музыку буквально одной строчкой то что мы сейчас напишем мы этот код повторять не будем он у нас будет лежать где-то в модуле где-то в скрипте загрузки а в тех местах где нужно включать музыку все будет обходиться буквально одной строчкой ну вот здесь вот здесь у нас три строчки но это потому что мы делали тест мы предыдущую мелодию останавливаем выбираем текущий трек и запускаем в игре будет все проще буквально одной строчкой можно будет обойтись так так вот показываю в чем прикол мы загрузили четыре звука один короткий звук и более длинные музыкальные но вот смотрите я нажал на короткий звук он один раз прозвучал и остановился он не зациклен знаете что такое зациклен это чтобы на повторе звук играл играет дальше 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 повторять потому что сейчас сейчас наш аудиоплеер проиграет вот эту музыку любой из этих треков один раз и остановится все в игре закончилась музыки музыка возможно вы сталкивались с каким-нибудь нубскими играми извините за такое выражение в которых мелодия играет и останавливается конечно если у вас игра очень простая вы добавляете звук тот же музыку фоновую один раз и не меняете и в игре и вы ставите свойства загружена загруженной музыки повторяться но мы хотим в играх иметь динамические динамическое звуковое сопровождение как нормальных играх на компьютере на приставках поэтому мы должны запрограммировать так наш аудиоплеер модуль чтобы он сам зацикливал звуки для воспроизведения ну и еще я хочу сделать на сегодняшнем уроке что у нас звуки не сваливались вот эти загруженные видите они загрузились и валяются на нашем workspace game.workspace я хочу чтобы сейчас создалась какая-нибудь папочка давайте с этого начнем а потом урок закончим уже умным зацикливанием умной постановкой на повтор музыкальных треках так что нам нужно сделать идем в модуль нашего аудиоплеера и давайте создадим создадим папку в которую будем все складывать папка у нас будет называться аудио аудио ассетс у нас уже есть пусть будет аудио фолдер так и мы ее создадим создадим как инстанс и здесь укажем где ее создать game.workspace все давайте попробуем запустим игру посмотрим появилась у нас в workspace такая папка или нет а ребят вот она появилась а я забыл ее имя задать вот она просто folder так ну и давайте зададим тогда ей имя properties выключаю чтобы было больше видно текста аудио фолдер name большой буквы назовем аудио тут мы можем использовать любое название я использую такое потому что ссылка у нас уже на эту папку есть она лежит в этой в этой переменной аудио фолдер поэтому какое бы вы мы имя здесь не изменили потом в игре это имя и будет использоваться и будет использоваться всеми нашими функциями но теперь нам нужно эту папку подставить во все функции где мы ссылаемся на загрузку на game workspace не будем захлавлять game workspace знаете в чем дело что когда вы используете какую-нибудь функцию типа типа find first child он перебирает все объекты которые находятся на вашем workspace и представьте если у вас огромная игра там тысячи каких-нибудь кактусов там по мелодий там 20 звуков и для каждого игрока и происходит перебор увеличивается трафик между сервером и клиентом и у нас игра может подлагивать если у вас будет много игроков давайте сразу делать более более итак здесь просто делаем ссылку на эту папку чтобы все загруженные звуки появлялись в этой папке а дальше когда мы ищем эти звуки мы просто указываем вместо game workspace ссылку на нашу папку со звуками и первая половина урока готова да давайте запустим и проверим во первых посмотрим в workspace у нас появилась ли папка аудио ассет да вот эти все наши звуки музыка музыка играет лики кликают так ну и теперь вторая часть это то как сделать зацикливание игру на повторе музыкальных треков при том что зацикливание звуков коротких мы делать не будем они должны проигрываться только один раз так ну давайте для этого мы сделаем я дублирую кнопку сразу переименую след select track test так и я переименую просто тест будет по нажатию на эту кнопку у нас должен проигрываться точно так же как музыкальный трек должен проигрываться короткий звук на нем мы будем экспериментировать так смотрим где у нас все эти кнопки описаны давайте создадим вот так три наших трека здесь проигрывается загрузка останавливаем предыдущую музыку фоновую включаем текущую и у нас эта кнопка будет также примерно сделано так здесь будет называться тест select track test что-то я да и текущей музыкой мы делаем simple click для этого теста давайте посмотрим свойствах так мы должны эту кнопку сначала здесь добавить вот у нас саму кнопку я дублировал а ссылку на кнопку не сделал можно конечно везде писать вот повторять вот эти слова во первых это медленнее такс вот наш трек он должен теперь играться проигрываться точно так же как наши другие музыкальные треки да теперь если нажимаю играть проигрывается трек давайте-ка мы его зациклим а зациклив его мы зациклим и все остальные зациклим это чтобы играла снова и снова зациклим и все остальные мелодии загружены где это можно сделать я перешел в скрипт скрипт нашего аудиоплеер модуля и смотрим здесь мы подгружаем здесь мы ничего сделать не можем потому что идет асинхронная подзагрузка параллельная здесь мы не можем никак вникнуть и помешать мы можем только замедлить честно говоря работу этого сервиса который называется контекст провайдер мы лезть в него не будем но у нас есть классная проверка перед проигрыванием звука у нас есть вот такое условие если музыка не загружена или трек то мы ждем а после этого проигрываем и это условие срабатывает только один раз ага так один раз срабатывает и значит если у нас уже он загружен то то это условие может не сработать так но нам это не подходит ладно простое решение просто в лоб пишем аудио давайте посмотрим документации как у нас там свойство называется вот looped если мы в него занесем истину то у нас будет любой звук бесконечно проигрываться когда закончит проигрывание начнет снова ну давай тестируем на коротком звуке потому что музыку если ждать звук 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 ну все работает так ну значит и музыка теперь точно так же будет зациклена как же сделать так чтобы музыка все таки была зацикленная а звук звук играл один раз вот для лентяев которые не хотят в каждый звук залезать этим ставить какую-то галочку мы могли конечно вот что сделать чтобы пометить звуки как отличить звуки от музыки да никак наверное ну по длине можно мелодии могут быть до 7 минут ну а звуки короткие давайте сделаем так что короткий звук до 10 секунд отлично так что мы не будем здесь ничего менять чтоб наш старый код работал видели мы в кнопках ничего не меняли старые кнопки как работали так и работали мы добавили только зацикливание давайте зацикливание поставим тоже внутрь условия и зацикливать мы будем только длинные треки музыкальные как узнать длинные он или нет давайте посмотрим свойства мы можем узнать длину загруженной музыки или звука так давайте смотрим где у нас есть тоже в свойстве должно храниться так вот тайм лэнс проще напечатать ладно если тайм лэнс нужно писать правильно как там больше 10 там в секундах измеряется то мы этот звук делаем зацикленным так что если он начнет играться он будет играть бесконечно так сейчас мы должны проверить это на коротком звуке короткий звук теперь когда он в режиме музыки запускается вот он один раз сработал все а музыка можете скачать этот урок и протестировать дома дождаться конца трека и посмотреть как у нас в первом и втором уроке музыка останавливается и перестает работать а здесь у нас теперь вся музыка и звуки лежат в отдельной папке не мешаются и теперь работает зацикливание звука так о чем мы можем поговорить в следующих уроках я немножко поторопился сказал что уроков будет мало по звукам а на самом деле что у нас еще есть обязательно надо изучить я хотел на сегодняшнем уроке еще сделать добавить глобальную громкость для всех звуков ну отдельные кнопки громче и тише делать сразу все звуки но зачем изобретать велосипед если у нас супер роблокс уже обладает такой штукой которую мы должны изучить саунд групп я немножко говорил что каждый звук можно занести в ту или иную группу и в том числе и звуки которые вы создаете вручную и расставляете на объектах помните вот на этот кубик расставляли там цикад или не помню кого можно регулировать громкость у этих групп я думаю что мы эти группы изучим звуков и немножко модифицируем наш модуль аудиоплеера так а что же еще остается остается всего ничего остаются звуковые эффекты вот как мы смотрели пост рендеринг или постпроцессинг да постпроцессинг эффекты помните солнечные лучи и так далее которые наносятся с помощью крутых видеокарт на картинку игры мы можем добавить некоторые эффекты для звуков и так у нас есть эффекты хора я не буду сейчас объяснять эффект компрессора кстати классная штука чтобы звуки не заглушали друг друга вот вы нахватали звуков некоторые звуки будут заглушать другие тихие звуки вот можно воспользоваться такой штукой дисторшн ну там от отражения от стен чтобы звук немножко менялся эхо понятно что такое эквалайзер понятно флэнж я что-то не помню что же он делает ага ну он немножко такие свистящие шумящие звуки делает он берет ваш оригинальный звук и накладывается смещением такой же звук с небольшим смещением вперед или назад так что у нас там еще осталось ну изменение там высоты реверберации тоже отражение преломления звуков и тремоло тремоло вибрирует очень классный эффект громкость то тише то ниже дрожащий такой звук ну это все можно посмотреть будет на уроке вне нашего аудиоплеера как бы модуль мы должны завершить и потом его можно будет использовать кстати я еще расскажу как его оформить в отдельном уроке как оформить приватный модуль если вы работаете например в коллективе у вас пять человек разрабатывает игру ну вы такой супер супер пупер кордер вы написали супер модуль и не хотите чтобы ну ваши друзья они еще не проверенные допустим чтобы они украли ваш код вы можете очень хитро защитить этот код чтобы никто его не увидел кроме вас так и на этом урок наверное заканчиваем ставим лайки спасибо кстати за донаты ребята прям радуйте ставим лайки подписываемся колокольчик все такое пока пока пока